Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Присяжный адвокат, как мы уже анонсировали, Дмитрий Скачков, у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, может быть, мы начнём с таких вот тревожных событий. И те, кто следят за новостями, наверное, уже в курсе, что сейчас готовятся, ну, я так понимаю, по инициативе Миньюста поправки, которые, по существу, я так понимаю, ликвидируют, или есть попытка ликвидировать презумпцию невиновности, ну, а также, по существу, вынудить давать показания против себя. Да, вот если человека в чём-то подозревают, то я так понимаю, что он будет вынужден как-то свидетельствовать против себя, но мне кажется, что это было одним из постулатов вообще уголовного права, что ты имеешь право не давать показания, не знаю, вот, которые могут обернуться против себя. Ещё есть ещё один тревожный момент, но он, правда, связан с финансами, тем не менее, там фактически человек, если есть какие-то подозрения, у государства должен сам доказывать источник происхождения этих средств, если он не сможет убедительно доказать, да, то, я так понимаю, может расстаться с этими финансами, уже прецеденты есть. Вот, что вообще сейчас происходит, вот, я так понимаю, что это, наверное, как-то очень осложняет и вашу работу, как адвоката. С одной стороны, даёт работу, с другой стороны, осложняет. Ну, если говорить так глобально и эмоционально, то происходит превращение Латвии в полицейское государство. При том, что, вообще-то, мы от этого сомнительного идеала не очень-то далеко и уходили в течение 30 лет последних. Попытки были, к счастью, но вот мы возвращаемся не просто к тому, от чего уходили в момент распада Советского Союза, мы приходим к ещё худшему положению дел, потому что, в общем-то, от Советского Союза и от той системы люди, может быть, ничего особенного и не ждали, а эта система очень красиво себя позиционирует, называет себя демократической, но демократическое содержание законов выхолощивает напрочь. Один из ярких примеров как раз вот эти поправки. На словах авторы инициативы говорят о том, что никоим образом обязанность человека, у которого есть право на защиту давать правдивые показания, не ограничивает его право не свидетельствовать, молчать, право хранить молчание. Но если мы смотрим не на теорию, а на практику, ну так, по сути дела, это именно принуждение человека давать показания против себя, потому что правдивые показания – это признание тех фактов, которые действительно имели место, следовательно, если человек виновен, он, давая правдивые показания, обязан это признать. Второе – это показания без умолчаний, соответственно, как он может умолчать о каких-то обстоятельствах, как он может выбрать, в каком объеме ему молчать, если он обязан давать правдивые показания. Третье – это, конечно, важно тоже иметь в виду, правдивость или неправдивость показаний – это вопрос интерпретации. Латвия здесь не уникальна, но у нас очень ярко выражена обвинительная тенденция в применении уголовного закона. Человека начинают прессовать с момента, как только он приглашен в полицию, и с момента, как только он задержан. Его априори уже считают виноватым, просто потому что полиция им занялась. И суды, как правило, людям, обвиняемым в преступлениях, не верят. Соответственно, почти всегда нереабилитирующий исход дела, неблагоприятный для обвиняемого исход дела, означает еще и его ответственность за те показания, которые суд посчитал неправдивыми. Это колоссальное давление на человека. Это принуждение человека давать показания против себя. А вся вот эта вот красивая болтовня о том, что это право у него сохраняется к фактам, и реальности отношения вообще не имеет. Да, вот есть такое выражение, что вот черт в нюансах кроется. Мы сейчас говорим глобально, но ведь бывает реальная жизнь, реальное дело, когда человека приглашают в полицию дать какие-то показания, возможно, в чем-то его подозревают, может быть, еще только будут подозревать. И когда говорят, что, знаете, вот это произошло, ну, мы понимаем, если произошло вчера, и он говорит, что я ничего не помню, ну, могут возникнуть вопросы, как это вы не помните, если вы в сознании были. Но зачастую, поскольку наследствие это долгое, иногда такие обстоятельства, когда прошло, не знаю, два, три, четыре, пять лет, и действительно какие-то эпизоды, которые для человека казались незначительными, у него ушли из памяти. Ну, безусловно, если… И вот даже на этом основании могут сказать, как это вы, что, как вы это не хотите. Могут быть еще более интересные ситуации. Представим себе человека, который взял на себя чужую вину в полиции или в суде. И такое может быть. Ну, конечно, такое бывает в жизни. Ну, случается. Значит, что, получается, что он будет отвечать еще и за это? Ну, не абсурд? Дальше. Вы упомянули совершенно уместно ситуацию с этой так называемой обратной презумпцией, когда не государство в лице полиции и прокуратуры доказывает виновность человека, а человек обязан доказать, что его имущество получено законным путем. А вот как мы с этой ситуацией правовой будем разбираться? То есть, человек может молчать, но если он будет молчать, у него отнимут имущество. Как он тогда может реализовать свое право, не давать показания, право хранить молчание? Никак. Об этом никто, сочиняя подобные идиотские законопроекты, ну, либо подумал и промолчал, либо не подумал вовсе. Я предполагаю, что скорее второй вариант, потому что, к сожалению, ну, к сожалению, многое свидетельствует об его высокой вероятности. К тому же, мы понимаем, что вот ситуации жизненные бывают разные. Да, конечно. Ну, тысячи, миллион, мы можем привести примеров, и все равно какой-нибудь не сможем. Без проблем. И вообще, это вопрос концептуального подхода. Конечно. Или государство говорит человеку, как только ты попал в поле зрения полиции, ты автоматически преступник, тебе никто не верит, с тобой никто не хочет считаться, ты обязан говорить то, что было на самом деле, ты не имеешь права, по сути дела, защищаться, на бумаге у тебя все права есть, но, по сути дела, попробуй только эти права реализовать. Либо государство всерьез относится к презумпции невиновности. Да, конечно, презумпция невиновности создает непорядочные проблемы. Она создает удобство для людей непорядочных, в том числе. Но это же не повод всех порядочных, законопослушных граждан априори ставить вот в такое положение недоверия со стороны государства. Тем более, то, что вы говорите об обратной презумпции, но вот мы можем себе представить, что если происхождение денег доказать легко. Ну, я не знаю, я там чисто буду сейчас утрировать, не знаю, заработная плата, там, не знаю, премии, акции. Понятно. Но ведь бывает, когда деньги есть, так можно сказать, их происхождение, во-первых, уже уходит в какие-то далекие времена. То есть прошли какое-то уже время, да, но не обязан человек хранить все эти чеки и так далее. Это деньги, он, происходили акции не в транзакции, не в банковской среде, да. И попробуй… Элементарный пример, сколько людей, вот, по-моему, до 96-го года у нас не было электронного учета трудового стажа. А сколько людей у нас на сегодня сохранило свои старые трудовые книжки? Я думаю, даже вот, многие даже не скажут, где они остались на каком-то предыдущем месте работы. Да, многие живут в святой уверенности, что у них трудовая книжка где-то лежит и пылится, но это не всегда так. Да. Ну, просто примеры жизни. Вот, а если говорить, опять-таки, о доверии гражданам со стороны государства и недоверии обратным гражданам государства, то здесь тоже нельзя не отметить вот такой, на мой взгляд, немаловажный аспект. А сколько наших слушателей задалось вопросом, почему именно сейчас такие инициативы появляются? Ага, уж вопрос. А вопрос действительно хороший. А почему? А вот давайте посмотрим. Если мы зайдем сейчас в интернет или в любое здание суда и возьмем список подлежащих рассмотрению сегодня или завтра дел, что мы, как правило, увидим? Мы увидим кражи, мошенничество, автомобильные аварии. То есть это в основном, да? Наркотики, немножко, ну, немножко чего-нибудь полового, сексуального, там, сутенерства и так далее. Нету никакой волны разбоев, вымогательств и заказных убийств, как в 90-е годы. Слава Богу. То есть нет у нас такого угрожающего безопасности каждого разбула преступности, который был когда-то. Почему именно сейчас? Почему раньше было не нужно, а стало нужно сейчас? Отвечу на этот вопрос, по крайней мере, выскажу свою точку зрения. Прежде всего, потому что нынешняя политическая элита боится собственного народа и очень хочет ввести максимум полицейских контрольных механизмов, которым можно каждого прижать к ногтю. Это первое. Второе. В течение 30 лет у нас практически ничего всерьез не делалось для того, чтобы сделать полицию сильнее, компетентнее, профессиональнее и честнее. Даже Академию полиции, которая могла готовить профессионалов, и то закрыли. Академия полиции, по сути дела, развалена. И вот, чтобы как-то компенсировать слабость этой части нашего государственного аппарата, некоторым политикам кажется хорошей мыслью прикрывать ментовский произвол и создавать дополнительные механизмы нарушения прав человека в уголовном процессе. Ну да, тем более, это ведь облегчает работу, при всем уважении к дознавателям, это облегчает их работу. Да, конечно. И все же против себя свидетельствовать, есть дело, уже есть какие-то документы в папочку. Да, уже не надо никуда бегать, ходить, размышлять. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Да. У нас звонки, аж про двум линиям, будем их принимать. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, тут мне хотелось бы сказать, что Латвия в этом не одинока. Возможно, ваш гость читал о случае в Англии, где жену азербайджанского банкира обвинили ровно в том же самом, да. То есть у нее изымают имущество на достаточно большие деньги. Ну, к чести или не к чести, я уж не знаю, к хитрости англичан, должен заметить, что я что-то не слышал, чтобы они против своих граждан, вернее подданных, обращали подобное изыскание. Они сначала заманили всех коррупционеров со всех стран мира, а теперь они не будут раздевать. Да. Вот, это первый момент. Второй момент, что все-таки, наверное, здесь нужно уточнить, что эта обратная презумпция относится именно к вопросам больше финансовым. То есть, как известно, в налоговой сфере эта обратная презумпция существовала, но если не всегда, то уж, во всяком случае, в Латвии она всегда была. То есть, никогда не было так, что ты виду что-то не должен доказывать. Наоборот, это ты должен доказывать виду. А так, в принципе, я с вашим гостем абсолютно согласен, считаю, что это недопустимо. И действительно, полицию у нас бы стоило бы разогнать еще в 90-м и собрать заново, как это сделал Саакашвили, когда пришел к власти. Но никогда не поздно это сделать снова. Спасибо. Спасибо большое, да. Спасибо за это мнение и за этот звонок. По поводу громкого этого скандала с азербайджанского в Британии. Да, слышал краем уха, что называется. Тут ведь важно что заметить? Важно, во-первых, иметь в виду, какая правовая традиция и какое правосознание в каждой стране. Если в Великобритании люди очень привыкли дорожить своей личной свободой, и поэтому загнать их в стоило несколько сложнее, то в Латвии, в общем-то, многие охотно становятся в стоило сами. Поэтому, да, такая тенденция существует не только у нас, к сожалению, но у нас, наверное, она наносит более ощутимый вред личной свободе всех и каждого демократическим традициям, слабым демократическим традициям в нашей стране. Теперь по поводу второго, насчет обратной презумпции, дело вот в чем. Действительно, то регулирование, которое в течение последних примерно трех лет вводилось в этой области, оно относится именно к уголовному праву и уголовному процессу. Надо сказать, что оно применяется даже не в полном соответствии с текстом закона, потому что текст уголовного закона, насколько я помню, 70-е с индексом 11 статьи, требует все-таки доказывать предикативные преступления, то есть наличие неких преступлений, свидетельствующих о том, что лицо могло приобрести незаконным образом имущество. На практике эта норма так не применяется. Достаточно каких-то достаточно таких фантазийных, лунных подозрений со стороны дознавателей, со стороны следственных учреждений, чтобы процессы начинались и двигались. Я так понимаю, что некоторые сейчас опасаются, состоятельные люди, скажем так, даже какие-то наличные задекларированные деньги провозить, потому что могут возникнуть нюансы. Да, в общем-то, конечно. Вы понимаете, в чем дело? Я могу понять беспокойство политиков и чиновников по поводу большого оборота грязных денег. С другой стороны, о каком уважении к собственности мы можем говорить, если государство постоянно сует нос не в свое дело? Почему у нас вообще написано до сих пор на бумаге, что право собственности может быть ограничено только соразмерно, только согласно закону, только по стольку, поскольку это необходимо в демократическом обществе? Я не вижу, например, такой необходимости в таких жестких ограничениях. Демократическое общество исходит прежде всего из того, что оно стимулирует человека честно зарабатывать, а не репрессирует его. Потому что какому-то чиновнику, какому-то, будем называть вещи своими именами, дармоеду, показалось, что ему не хватает налогов, которые он может потратить так, как ему нравится. Вот поскольку у вас все-таки большой опыт и адвокатской деятельности, вот есть такая фраза «правоприменительная практика». Нет такого ощущения, что иногда, когда вы представляете интересы клиента или клиент к вам обращается за такой правовой помощью, и вы уже выслушав его, понимаете, что да, вроде бы и закон на его стороне, не знаю, конституция. Но вот «правоприменительная практика», особенно по финансовым делам, сейчас такова, что вы, конечно, напишите бумагу, сделаете все как надо, но вы уже заранее знаете, ну, не чем дело кончится, а как это затянется, и, в общем, будет «правоприменительная практика» крайне негативная по отношению к клиенту. Иногда бывают такие ощущения? Я стараюсь от таких ощущений сразу отказаться и стараться думать позитивно над любым делом, стараться его выиграть. Хотя, наверное, давлеет факты, да? Ну, наверное. Да. Вот когда мне трудно думать позитивно, я вспомнил буквально сейчас случай к вопросу о полиции. Да. И мы же все не враги полиции, мы же понимаем, что она нужна, и должны быть обеспечены нормальные условия ее работы. Но вот в понедельник-вторник вступительный экзамен в коллегию сдавали будущие помощники адвокатов. И одного из них, так вот присмотревшись, проанализировав, спросил, вы раньше в полиции, наверное, работали? Он говорит, да, а как вы узнали? Я говорю, ну, интуиция, а почему решили перейти? А вы знаете, потому что та полиция, в которой я начинал работать, это совершенно другая полиция была. И то, во что она сейчас превратилась, это не то место, где я хочу работать. Вот вам и ответ. Ну, это сказал сам сотрудник. Бывший сотрудник полиции. Ну, тут надо, наверное, сделать такую ремарку, что полицейские, наверное, в этом не виноваты, по большей части. Кто-то из них виноват и должен за это ответить. Да. А кто-то нет. Кто-то честно работает, и флаг ему в руки, и спасибо, что они есть. Да. Да, не могу не задать такой вот, предваряя, может быть, вторую часть, я думаю, что, ну, может быть, кто-то слышал, знаю, что вы тоже задействованы как адвокат вот в этом золютутском судебном процессе. Может быть, даже еще не говоря о нем, может быть, такой вот общий, да, но мы понимаем, что одна из судей заболела. Да. Ну, все мы живые люди, всякое бывает, длительное, я так понимаю, заболевание. Вот ни в коем виде я не хочу, чтобы вы там учили суд или как действовать. Ну, вот с одной стороны говорят, ну, вы понимаете, ну, человек заболел, объективная причина. С другой стороны, есть и, не знаю, потерпевшие, есть и обвиняемые, которые тоже не хотят вот в таком статусе все время находиться, им нужна какая-то ясность. Что в этой ситуации делать? Ждать пока вот под давлением, может быть, общественности, там, не знаю, председатель сюда скажет, ну, да, больше уже принять нельзя, давайте мы там назначим кого-нибудь. Вообще-то, с самого начала в процессе была резервная судья, и она заступила на днях на место судей Заметана, которая выбыла. Да. О том, что обвиняемых хотят затянуть этот процесс, да? Что кто-то как-то повлиял на то, чтобы суд специально процесс затягивал. Ну, заболела судья. Ну, бывает. И суд сейчас принял единственное верное и абсолютно своевременное решение об изменениях в составе и о продолжении процесса. То есть, исходя из вашего опыта, все-таки хорошо, это был резервный судья, но она, что называется, каждый, там, не знаю, каждый день и каждое заседание не следила за всеми нюансами. Это может как-то вообще повлиять? Может, пришел другой судья? Во-первых, это другой человек со своими... Резервный судья все время присутствует на процессе. То есть, она слышала ровно все то же самое, что... То есть, нет такого, что пришел новичок и сейчас он будет заново? Нет, так не бывает. Так законом не предусмотрено, так это не работает. То есть, резервный судья присутствовал на абсолютно всех заседаниях. Поэтому такой проблемы, я думаю, не будет. Наверное, предпочтительнее было бы закончить рассмотрение дела без изменений в составе. Ну, раз уж так случилось, раз уж такая необходимость возникла, я не думаю, что это радикально скажется на качестве. А вот, может быть, такой вопрос до перерыва. А все-таки, вот, на ваш взгляд, я понимаю, что это все очень относительно. Есть два мнения. Одни считают, что это очень долго, вот с момента трагедии, вот, само полосудие, если так можно сказать. Другие считают, что с учетом количества, не знаю, потерпевших, свидетелей, экспертов, обвиняемых, это еще очень быстро. Вот, я понимаю, что это все очень относительно. Вот, вам, как кажется, учитывая, может быть, опыт других процессов, в которых вы тоже участвовали, тоже громких, между прочим. Да, ну, я склоняюсь ко второму мнению. Разумеется, есть всегда вещи, которые можно в процессе сделать быстрее. Ну, вряд ли это можно было сделать за год, да, или за два. Ну, я советую тем, кто вот очень-очень скептически настроен, просто взять, вот, ввести номер этого, посмотреть в календаре номер дела. Посмотреть ту часть информации, которая открыта, и посмотреть, сколько потерпевших хотя бы пришлось допросить в ходе процесса. Я хочу также отметить, к сожалению, что были случаи, когда потребовалось искать людей, и суду пришлось принимать решение об их принудительном приводе. Даже так? Было такое. Ну, учитывая все эти факторы, и учитывая то, что все-таки у всех участников процесса, включая и потерпевших, есть еще другая жизнь, кроме этого процесса, по-моему, было бы нереально обеспечить какие-то ускоренные темпы. Потому что нельзя от людей требовалось, чтобы они больше не работали, не отдыхали, и только с утра до вечера жили в этом суде. Конечно, абсолютно так. Дмитрий Скачков, присяжный адвокат, у нас в студии, буквально пару минут на рекламу, не переключайтесь. Добрый вечер, Константин. Конституционный суд в своем решении по образованию частных школ на русском языке ввел в правовое поле Латвии формулировку «историческая справедливость». То есть, не глядя на нарушение частного бизнеса, давать обучение на выбранном языке, более коммерческом, привлекательном, несмотря на нарушение прав меньшинства на получение своего образования, то все это было отметено формулировкой «историческая справедливость». В моем понимании, это прямая деградация правового поля Латвии. Как вы думаете, если я возьму лом и пойду ломать сарай соседа, который построил на моем бывшем участке, привязанном к нему, я смогу апеллировать к «исторической справедливости»? Ну, я утрирую, понятно, да? Как к прецеденту, который создал Конституционный суд в Латвии. Спасибо большое. Нет, лучше все-таки сарай не ломать, жалко все-таки, да. А если серьезно? Если серьезно, то есть такая древнеримская поговорка, печальная достаточно, что позволено Юпитеру, то не позволено Быку. Никоим образом не желая задеть нашего уважаемого слушателя, ну, Конституционный суд пишет в своем приговоре то, что считает правильным, и его приговор обжалованию не подлежит. А вот гражданин, который сломал чей-то сарай, ну, он может быть привлечен за это к уголовной и гражданской ответственности. Да. Там, правда, будет еще три инстанции, я так понимаю, да? Но, тем не менее. Может быть, у него возникнет повод обратиться в Конституционный суд по какому-нибудь вопросу еще. Но это все настолько неприятно, что, к сожалению, я бы не советовал восстанавливать историческую справедливость таким способом. Но вопрос остроумный я оценил. Да, действительно. Вот интересно еще вот к разряду вопросов, не знаю, остроумных или нет. Ну, вот мы знаем, что министр юстиции, который провозгласил принцип бескомпромиссной законности, вот решил двигать, вопреки, кстати, мнению самих работников судебной системы, двигать вот создание таких каких-то отдельных экономических судов, ну, которые будут рассматривать экономические и финансовые вопросы. Все это делается под соусом, как сам господин Борденс объясняет. У него два таких, два аргумента. Что, во-первых, это ускорит процессы, во-вторых, это такие специализированные суды, где судьи будут, не знаю, лучше подготовлены в финансово-экономических вопросах. Да, ну, кто-то уже так с иронией, хотя это, наверное, грустной иронией пошутил, что если сделать суды тройки, знаменитые, это совсем быстро может пойти. Тут уже не шесть лет и даже не шесть недель, а буквально шесть минут. Ну, вот, да. Раз, раз, и уже, в принципе, виновный известен, министр назначил, да, приговор приведен в исполнение. Вот если вот кроме вот такой вот злой иронии, вот как вы к этому относитесь, к этим экономическим судам? Я скажу так, один из немногих людей, который старается найти, я имею в виду в системе, наверное, один из немногих людей, который старается найти положительную сторону в подобных инициативах министра. Ну, должен сказать, что одна из его, на мой взгляд, самых своевременных и правильных инициатив была не эта, а другая. Это было предложение провести комплексный аудит судебной системы. К сожалению, из этого ничего не получилось. А, наверное, это было бы не плохо, да? А, наверное, если бы вот он добился этого, за это ему можно было бы ставить памятник. Особенно, если бы результаты аудита были бы объективными, а не конъюнктурными, как многие предсказывали. Ну, что теперь говорить об этих предсказаниях, это не случилось. По поводу специализированных судов. Вообще-то, это крайне сомнительное мероприятие с точки зрения Европейской конвенции по правам человека. Потому что Европейский суд по правам человека в нескольких приговорах, сейчас наизусть не вспомню, но при желании можно посмотреть, изучить, сказал, что специализированный суд во многих случаях не является судом, созданным в соответствии с законом. Этот момент стоит учитывать при создании подобной системы. Если говорить вообще об аргументации, которая обоснована этой инициативой, то аргументация, это говоря языком околонаучным, такая достаточно априорная. То есть, взятая с потолка, нам кажется, что будет вот так, нам кажется, что это хорошая идея, ну, значит, так она и будет. И третий момент, для того, чтобы создать какой-то суд, который будет в чем-то превосходить все обычные суды общей юрисдикции по своей компетенции и мощности, ну, для этого прежде всего нужно создать корпус специалистов соответствующих. Поэтому я не убежден в том, что эта инициатива будет доведена до какого-то справедливого и целесообразного результата. Давайте прием еще один звонок. Дубович, я слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Позвольте мне задать гостю один, наводящий один, а потом я прокомментирую. Вот скажите, пожалуйста, происходит преступление какое-то. Человека судят и наказывают. Вот какова цель этих действий? Как вы считаете? Можете так кратко ответить на этот вопрос? Я вам подскажу даже. Ну, мне не надо подсказывать. Основная цель, прописанная в уголовном законе, это исправление человека, которому применяют уголовные наказания. То есть это работа с этим человеком, грубо говоря, направленная на определенную цель. В общем, так можно сказать, да. Можно так сказать, да. А мне кажется ли вам, что были важные цели? Ну, конечно, мы не можем с вами менять закон. Но это прежде всего наука для других. Когда наказали преступника, другие долго будут думать, а стоит ли вообще мне преступление делать тоже? Спасибо большое. Не знаю, не знаю. На самом деле, мне кажется, не стоит изобретать велосипед. Такая цель в законе тоже указана. Это называется генеральная превенция. Да. Это тоже в уголовном законе есть. Еще, наверное, есть одна цель. Это если человек опасен для общества, его изолировать, чтобы он еще преступление не совершил. Да, разумеется. Ну, в общем, уголовный закон продается в любом книжном. Можно взять, почитать. Наш слушатель интересуется этими вопросами, поэтому вот адрес указан. Да. Вот еще говоря об этих экономических судах, нет ли такой опасности, опять-таки, что как раз то, что вы сказали в самом начале эфира, теперь этот пазл может сложиться, что сначала готовится база соответствующая, где человек, вынуждает человека, свидетельствовать, не знаю, против себя. А потом этот процесс идет очень быстро, чтобы он не передумал. И уже эти экономические суды, я чуть-чуть, может быть, полемически заостряю, да, уже быстренько все решат, потому что специализированный суд, если мы говорим об экономических там деяниях или преступлениях, быстренько раз-раз-раз наказание, да, мне знаю, штраф, конфискация, тюрьма и так далее. И все. Правосудие свершилось. Ну, я не исключаю, что пазл именно такой нарисован и задуман. Ну, что же так-то цепочка складывается, да. Вроде бы смотришь на многих наших политиков, ну, в общем-то, седые уже мужики, ну, могли бы немножечко вспомнить детство и Советский Союз, да, могли бы там почитать книжку какую-нибудь умную про сталинские репрессии, вспомнить, чем подобные инициативы заканчиваются, в том числе и для их авторов. Да, сегодня они вот как бы в таком положении, а завтра, может быть, как раз это все бумерангом ударит и по ним, да. Да, ну, очевидно, некоторые уверовали не только в свою непогрешимость, но и в свою неприкосновенность. Да, я ни в коем случае не хочу, может быть, как бы вас такую политическую линию толкать, но вот раз уж мы заговорили вообще о политиках, ну, вот есть там такой закон, это, конечно, не к адвокату вопрос, но тем не менее, есть закон о финансировании здравоохранения, да, вот мы все знаем этот случай, у нас в кабинете местов написано «закон един для всех», если на русский язык перевести, да, и значит… Да, один закон, одна справедливость для всех. Да, вот так, наверное, будет более точнее. Читали. Читали, да. И приняли закон о финансировании здравоохранения, где сказано каждый год, 20-е, 21-е, 22-е, зарплата медработников всех, как там сказано, будет увеличиваться на 20%. Потом собирается коалиция и говорит, нет, ну, слушайте, если медикам дать, а вот у нас же избиратели не только медики, вот эти обидятся, вот эти, и надо всем распределить. Да, и, в общем, все там распределили так, что в результате медикам досталось, и то с большим скрипом, только половина. И там говорят, в том числе юристы, ну, как же, закон, вроде надо соблюдать. Говорят, нет, слушайте, ну, надо соблюдать, когда мы хотим, вот это можно не соблюдать. Я сейчас не хочу вдаваться в эти политические игры, но по факту, что видит, не знаю, простой гражданин Латвии, скажем так, он видит, что оказывается, что власть может какие-то законы не соблюдать, а только мы, простые смертные, обязаны закон соблюдать, потому что если ты не будешь его соблюдать, то у тебя будет, вот сейчас хотят ввести, я так понимаю, бюджет заполнять чем-то, что вот должна быть, четко будет контролироваться дистанция между автомобилями. Видимо, поставят потом видеокамеры, ты так на 3 сантиметра подъехал ближе к автомобилю, 40 евро, на 4, на 2 сантиметра подъехал, 100 евро, это же бизнес. Вы хотите сказать, что такие, наверное, действия политиков способствуют правовому нигилизму в обществе. Ну, по крайней мере, кто-то может такой вывод сделать. Вы знаете, я соглашусь, больше скажу, это перекликается с нашей сегодняшней первой темой. Те чиновники и политики, которые всячески поливают грязью авторов открытого письма, коллег, которые выступили против принуждения людей давать против себя показания, они пользуются таким клише, как «право на ложь». И говорят, будто мы право на ложь защищаем. А вот кто нам это говорит? Нам говорят об этом какие-то святые люди, не знаю, авторы великих произведений искусства или большие гуманисты, спасающие детей от голода в Африке. Нет, это говорят люди, которые только что кинули медиков, чей распуск и увольнение от должностей депутатов, вот если верить сообщениям латвийского радио сегодня на 15-30, значит, чье увольнение от должностей поддерживает 40 тысяч граждан Латвии. И процесс продолжается? Да, это те люди, которые регулярно, как представительницы древнейшей профессии, перепрыгивают из партии в партию, декларируют разные взгляды в зависимости от потребностей момента. И, в общем-то, друг с другом тоже не всегда до конца правдивы. Вот эти люди нам что-то говорят о праве на ложь. Особенно после вот таких интересных мероприятий с медиками. Я, может быть, не из тех, кто абсолютно на стороне медиков в этом вопросе. Там надо очень внимательно изучать эту тему. Да, конечно, мы сейчас не об этом говорим. Либо дай, либо не обещай. Это первое немаловажное соображение. Дальше. Закон – это еще не та норма, которая обладает в Латвии высшей юридической силой. Высшей юридической силой обладает Конституция, соответственно. Из этого и нужно исходить. Если, по мнению избирателей, политики не соблюдают Конституцию, не соблюдают интересов общества, значит, нужно делать выводы соответствующие. Да. Мы, видимо, уже 40 тысяч граждан, видимо, эти выводы уже сделали. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Пусть ваш гость как бы разъяснит. И пусть посмотрит Конституцию. Есть такой Конституционный закон Латвийской Республики. Он был принят 21 августа 1991 года. Я извиняюсь, что я вас должен прервать. С момента восстановления САТВОСМА этот закон потерял юридическую силу. Поэтому вряд ли мы сейчас будем обсуждать Конституционный закон 1991 года. Так я понимаю. Ну, смотря о каком законе речь. Если о правах и свободах, то у нас есть же раздел Конституционный. Да. Так я о чем и говорю. Он же кооптирован туда. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Да. Пожалуйста, если вы приглушите звук своего радиоприемника, то мы вас с удовольствием послушаем. Да, я выключил звук. Да, пожалуйста, слушай вас. Я хотел задать вопрос, но теперь я его задам и сразу сам отвечу. Так. Я так считаю, что когда совершается преступление и наказывают преступника, то тем самым преследуется двойная цель. С одной стороны, да, наказать, чтобы он не делал такого больше. А с другой стороны, мне кажется, более важная сторона вопроса. Это чтобы повода другим не было это делать. Спасибо, да. Ну, это, видимо, специфика радиостанции, да. Может быть, в какой-то момент наш радиослушатель не слышал эту часть. Это все понятно, что касается самого наказания. Но мы же сейчас дебатируем, что, наверное, для адвоката, как для правозащитника, если так можно сказать, важно, чтобы действительно речь-то шла о том, чтобы наказали действительно виновного, да, а не… Ну, безусловно, больше скажу. Вот у многих абсолютно искаженное представление о нашей работе. Ладно, там я не говорю про этих вот фольклорных персонажей, злобных бабулек у подъезда. Вот. Но, честно, иной раз создается впечатление, что комментарии о нас в интернете пишут именно они, видимо, поскольку обладают достаточными ресурсами свободного времени. Так вот, нормальный, рационально мыслящий адвокат, если он видит, что клиент в очень тяжелом положении, он будет искать возможности не спасти любой ценой виновного человека от ответственности, а поможет найти ему такое решение, чтобы ответственность была для него не слишком тяжкой, а в то же время была достигнута цель наказания. Поэтому не нужно рассматривать нашу работу только под одним каким-то очень таким упрощенным углом зрения. Мы именно те, кто помогает найти правильную пропорцию, соразмерность между интересами личности и общества. Не из числа моих любимых авторов, но есть такая писательница Айн Рент, вот она очень хорошо сказала, что индивид, личность – это самое многочисленное меньшинство на планете. Вот это самое многочисленное меньшинство на планете мы защищаем. Красиво сказано. Вот последний, может быть, вопрос, который, наверное, вытекает из всей нашей беседы, или, может быть, его с первой части, такой тревожной. Что можно делать? Потому что люди, ну не все у нас, естественно, должны быть юридически подкованы. Вот они слышат такую тревожную вещь, как попытку ликвидировать эту презумпцию невиновности или сократить, сузить это понятие. Что, не знаю, адвокатское сообщество, что юридическое сообщество намерено в этой ситуации делать? Не знаю, работать с депутатами, готовиться потом подавать в Конституционный суд? Чуть-чуть поясните. Адвокатское сообщество свое слово сказала. К сожалению, не через наши представительные органы. Но это вот внутренняя тема, которой я пока касаться не буду. Что касается общества в целом, то, к счастью, Конституция у нас в стране есть, и она предусматривает очень много разных демократических механизмов. От митингов и демонстраций до обращений в государственные учреждения с заявлениями. И, наконец, главный механизм – это выборы. Вот когда в следующий раз пойдете, уважаемые слушатели, на избирательный участок, вы должны знать, кто из депутатов, кто из кандидатов в списке, за которые вы голосовать намерены, что конкретно для вас сделал и для страны. Вот это важно понимать. Потому что каждый, конечно же, отдаст предпочтение своей, своей политической силе, своим взглядам. Но надо понимать, вот в этом списке, кто чем занимался. Это, наверное, очень хорошая ремарка. Еще, наверное, в завершение одно можно сказать, что, наверное, люди должны… Я понимаю, что мы, может быть, об этом говорим долгие годы, а потом случаются выборы, и с народом происходит какое-то затмение. Но мы должны все-таки понимать, нужно ли верить всем подряд обещаниям, которые вообще даются. Может, мне… Сколько у нас есть времени? Ну, минута, наверное, еще есть. Минута. Ну, вот яркий пример. Партия «Единство» перед выборами обещала, что сделает так, чтобы все дела за год рассматривались. У судебной? Да, в судебной системе. Так. Это сделано, это не сделано. И это никогда не будет сделано. Это те самые люди, которые сегодня говорят о борьбе с преступностью, это те самые люди, которые говорят о том, что нужно заставить людей говорить правду, а сами они что говорят? Это ложь. Вот эти самые люди, которые во время дебатов по бюджету сказали, время дебатов мы сокращаем до одной минуты. Ну, то есть, это фактически, чтобы можно было выйти депутату, представиться, передать привет родственникам, у кого есть, и уйти с теми. По машинаме ручка. Да, по машинаме ручка. Потому что я не знаю, как можно по бюджету дебатировать на одну минуту, но это какое-то издевательство. Ну, кстати, это к вопросу о демократии. Ну, конечно. Да. Дмитрий Скачков у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.